Я думаю, что совершенно ясно, что Соединенные Штаты продвигали ложную защиту Киева. Я думаю, что, во-первых, мы должны рассматривать то, что он говорит, в надлежащей перспективе, потому что я видел несколько статей, которые появились в последнее время, в которых Путина высмеивают и говорят, что он наивен в отношении ислама. Эй, леди и джентльмены, это тот самый парень, который был президентом, начинал как премьер-министр, а затем стал президентом в результате не одной, а двух войн с исламским фундаментализмом в Чечне. Он был главнокомандующим и победил. Это тот самый парень, который послал свои войска в Сирию, чтобы работать с сирийским правительством над разгромом ИГИЛ и Аль-Каиды, и он победил. Этот человек знает современный исламский фундаменталистский терроризм лучше, чем кто-либо другой. Он также, потому что он, как говорится, является нацией, у которой есть не только христианство, но и ислам, как часть их основных религий, является главой Чеченской республики. Вы знаете, он связан с Казанью. Казань, как вы знаете, на татарском языке, в Тарджастане, принимала делегации со всего исламского мира. Это один из центров ислама. И все это в пределах Российской Федерации. Нет лучшего лидера, который мог бы понять правду о том, как работает ислам и что это за извращение ислам. И нет лучшего лидера, который был бы в гармонии с мусульманским миром сегодня, западного лидера, не мусульманского лидера, чем Владимир Путин. Так что, когда он говорит эти вещи, опять же, слова имеют значение. Он не спекулирует. Он задает вопросы. Но когда российский президент задает вопрос, позвольте мне просто прояснить, что он уже знает ответ. Так что он точно знает, что происходит. Он знает, кто виноват, и он знает, кто был и кто не был вовлечен в планирование этой операции. Слова имеют значение. Вчера Кремль заявил, что военные, российские военные на Украине больше не должны называться специальной военной операцией, а теперь должны называться войной. Вот и все для Украины. Кэти, закрой дверь, выключи свет, вечеринка окончена. Это изменит все, потому что это изменит то, как они нацеливаются, а также изменит масштабы операций. Я просто хочу напомнить вашей аудитории, что российские военные недавно объявили о создании так называемой Днепровской речной флотилии. Сейчас Россия не контролирует реку Днепр. Так зачем же России создавать Днепровскую речную флотилию, которая будет готова к действиям где-то в начале лета? Потому что Россия планирует взять под свой контроль реку Днепр где-то в начале лета. И если они возьмут под свой контроль реку Днепр, это означает, что они пройдут весь путь до Одессы. Они пройдут весь путь через Корков. Это означает, что эта война коренным образом изменила свой характер, и это очень плохо для будущего выживания Украины как современного национального государства. Скотт Рейдер, спасибо тебе, мой дорогой друг. Так что я очень ценю двойное дежурство на этой неделе. Счастливого праздника Пасхи тебе и твоей семье. Увидимся на следующей неделе. Спасибо тебе. Счастливого праздника Пасхи и тебе.